Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Иисусе, дорогой наш небесный Отец, Дух Святой, который сейчас присутствует здесь, невидимый Бог, слова львови тебе, Господи, за незреченный дар твой, слова львови тебе, Господь, за все подарки, за все дары, за твою заботу, за твою любовь и милость. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты так сильно любишь нас, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И сегодня мы, в воспоминании Жертвы Государства Христа, принимаем причастие к хлебоприловлению. Этот хлеб – это твое тело, это вино, это твоя кровь. Ты сказал, отцы ваши ели мамы в пустыне и умерли, лет же, которые я дали, ядущий бы не умрел, я из хлеб жизни, ядущий меня жить будет во веках. И кто не будет есть плоти сына человеческого, этот хлеб – это плоть, мне ты сказал, Иисус. И ядущий мою плоть имеет жизнь вечную, летящий мою кровь имеет жизнь вечную. И кто не будет есть плоти сына человеческого и пить его крови, тот не будет и умерли в жизни. И ты преломил хлеб, подал ученикам, и все они ели, подал чашу, вино, и все они пили. Ты сказал, это кровь моего нового завета, за мочи подливаем, по оставлению грехов. И утворите в моем воспоминании. И сегодня мы будем строить то, что творили Твои ученики, Твои мечты, потому что мы Твои ученики тоже. Благодарим Тебя, Господь. Слава, Аллилуйя Тебе, Хрис, шедших небес, ядущий его, жить будет Твоей. Аминь. Продолжение следует... Слава, Аллилуйя Тебе, Хрис, шедших небес, ядущую землю. Слава, Аллилуйя Тебе, Хрис, шедших небес, ядущую землю. Продолжение следует... 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 Говорю, во Христе не углу, учителем язычников, вере и истину. Потому что Бог дает нам сейчас задание проповедовать. Проповедникам мы поставлены и апостолам. Истину, говорю, во Христе не углу, учителем язычников, вере и истину. Я учитель. Я не знала, что я учитель, но, наверное, скорее всего, я учитель. Может быть, апостол, может быть, проповедник. Короче, апостол Павел был универсальным. Он был и проповедником, и апостолом, и учителем. Сами видите, это написано в Слове Божьем, потому что Бог пишет, да, в Священном Писании. Через апостола Павла, что одних Бог поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, иных учителями. Вот. И здесь апостол Павел говорит о себе, да, что он исповедник и апостол. И в то же самое время и учитель. И учитель. Так, дальше идем. Седьмой стих. Так, седьмой стих. Так, прочитали. Девятый стих. Девятый стих. Так. Ой, я извиняюсь. Это же 2 Тимофея мы же должны были открыть. А я 1 читаю. Так. Ладно, Господь нам напомнил, да. Теперь открываем 2 Тимофея, 2 глава. И молимся по 2 Тимофея, 2 глава стиропа 4 стих. Итак, укрепляюсь дочь я в благодати Христом Иисусом. И что слышала от тебя, от тебя при многих свидетелях, что передаю верным людям, которые были бы способны других научить. И так переношу страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывайся с делами жительскими, чтобы угодить военачальнику. Седьмой стих. Разумею, что ты говоришь, да дашь мне, Господь, разумение во всем. Помню Господа Иисуса Христа, от Симы Недовитого, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за который я страдаю даже за уст, как владеть, но для Бога Божия нет уст. Почему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе. Вечное слава. Верное слово. Если я с тобой умерла, то с тобой я живу. Если терплю, то с тобой я царствовать буду. Если я не верна, ты пребываешь верен, ибо себя отречься не можешь. Ее напоминаю, заклинаю пред Господом не вступать в плавопрение. Потому что это не приносит пользу, да, расстраивает только слушающих. Стараюсь представить себя Богу достойной, делать или не уколюзий, но верно преподающим слово истинно. Непотребного пустословия удаляюсь. Так, двадцать первых. Итак, я буду чистой от чего, сосудом в честь, освященной благопотребной блатырьке, годной на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегаю, одержусь правдой, верой в любви мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняюсь. Раби же Господа не должно ссориться, но буду приветливая, как всем, учительная не злодилась. Кротостью наставляю противникам, не дат ли им Бог покаяния под нами, чтобы они освободились от всех дьяволов, который уловил их свою волю. Давайте помолимся еще в 2 Тимофея, глава 4. «Проповедую слово», глава 4, 2 стих, «Проповедую слово, настаю во время и не во время, обличаю, запрещаю, увещеваю, со всякими долготертениями и назиданиями». Есть по 17 стих. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки веков. Аминь». Давайте по Титу помолимся, 3 глава, 3 глава, 5-7 стих. «Ты спас меня, ты спас меня не по делам праведности, которые бы я сотворила, а по своей милости, баню, возрождение, обновление Святым Духом, который выявил на меня отдельно через Иисуса Христа, Спасителя моего, «чтобы, оправдавшись своей благодатью, я по упованию садилась в наследнице вечной жизни. Аминь». Аминь. Слава Богу. Я извиняюсь. И давайте с вами продолжим размышлять над Словом Божьим. Пусть это Слово Божьего, которое мы сейчас помолились с вами и перевели его на себя, начинает действовать в нашей жизни. Вот, начинает действовать, имеет силу. Так, мы откроем Матфея, страница 21 глава, 17 глава, 24 по 27. Евангелие от Матфея. 17 глава, 24 по 27. «Когда же пришли они в Капернау, подошли к Петру, забиратель Гидрахма, и сказали, учитель ваш не даст ли Гидрахма? Он говорит да. И когда вошел он в дом, то Иисус предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Сима, цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынок лиц и их они с посторонней?» Петр говорит ему с посторонней. Иисус сказал ему, «И так, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось сюда, уйтирую рыбу, которая попадется. Возьми. И, открыв у нее рот, найдешь статью. Возьми его и оставь ее не для меня, не для себя». Аминь. Ну, здесь говорится в этом отрывке Священного Писания о том, как пришли собирать налоги, да? Пошлины, налоги, пошлины, налоги, пошлины. Вот они собирались и всех. Вот. Иисус мог бы не отдавать, да? Его ученики могли бы не отдавать, если пошлины, потому что они представители Бога на земле, так сказать. Вот. Но Иисус предупредил, ну, Петра сказал, царей, с кого берут пошлины сыновки и посторонних. Конечно же, если, типа, оставлен царем, да, то вот твой сын, он не будет сейчас налоги платить, вот, в твою казну. Но... И также сам Отец Небесный, он не берет с детей там налог какой-то, чтобы мы ему там давали. Вот. Но... Иисус говорит, чтобы не собладнить никого. Вот, чтобы не собладнить людей, которые вокруг нас, да? Можно все равно отдавать налоги. Вот. И десятины отдавать, и налоги отдавать, и пошлины отдавать, и госпошлины отдавать. Вот, вот, мне недавно пришла, мама, что должна заплатить госпошлину. Вот так не хотелось отдавать, чтобы госпошлину, но... Потому что я просрочила оплату за электроэнергию, и мы хотели отдавать госпошлину еще больше. Вот. И чтобы не собладнить никого, нужно идти и заплатить. Потому что мы понимаем, что все наши финансы, все наши имущества принадлежат Господу. И поэтому нам нужно это понимать. То, что все, что мы имеем, да? Когда мы отдали свою жизнь, все по Христу, все, что мы имеем, это принадлежит Господу. В том числе, если наши финансы принадлежат Ему. Вот. Вот. Это принадлежит Богу, и он дал нам это временное пользование. И, конечно же, Господь наш, Он не берет со Своим детей. Потому что мы Его дети, мы рожденные свыше с вами, мы дети Божьи. Но чтобы никого не соблазнить, чтобы люди знали, да, что мы по нашему примеру действует, да, что мы должны тоже вот отдавать. Не должны, а то, чтобы они не видели наш пример, как мы это сделаем. Так же Иисус, Он не принимал крещения. Иоанн ему говорил, тебе для меня креститься. Вот. Я не достойна даже линейства и опыта Твоей. И, в общем, Иисус показал, что так пусть он все всяко-ка-ка-ка-ка. Показал пример, как это делается. То же самое мы должны отдавать налоги. Но здесь произошло чудо, да, в христиственном образе. Так. Иисус сказал, что все равно свободны от того, чтобы давать подачи и пошлины. Но чтобы не соблазнить, да, их, говорит. Пойди на мой, в брусюду и в первую рыбу, который попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статьи. Возьми его и отдай мне. Почему Он сказал именно Петру, иди в поедином море, и именно у рыбы возьми? Потому что Петр был рыбаком. Это было привычное ему дело. Идти и на море, да, поймать рыбку. Вот. И во рту рыбы Он нашел петерта и отдал. За Иисуса Христа и за Петра. За двоих Он отдал. За Иисуса и за себя отдал. Будь кушеным. Вполне возможно, мы привыкли что-то в жизни своей делать. Да, у нас тут какое-то дело, что мы привыкли, да, делать. Вот я, например, работаю в магазине продавцом, и я там могу взять талант, я могу заплатить. Вот. Ну, естественным образом. Может быть, Господь восполнит мои нужды свершительным образом, как это было с Петром, да, случилось. И Господь действительно хочет, чтобы мы с вами свершительным образом научились принимать от Бога Его финансы. Потому что это все Его финансы, чтобы мы могли свершительным образом это все принимать от Бога, чтобы можно было отзываться. Например, недавно я смотрела свидетельство, да, вы знаете, Михаил Шагас. Вот у него на служении прям деньги, естественным образом, появлялись у людей в карманах, в кошельках. Вот. И у меня тоже такое в жизни было. Когда я только уверовала, у меня появились в кармане деньги. Ну, там было немного, всего 5 рублей, но это было свершительным образом. Вот. И действительно, я не знаю, как это Бог делает, но такой происходит. И было это у меня еще и не раз такое, чтобы в свершительном образом появлялись финансы. Это нужно было для какого-то Божьего дела. Вот. И у меня появились деньги, чтобы поехать на конференцию в Жен-Сахалинске. Потому что у меня нет, неоткуда было больше брать, господь позаботиться, да. И я обманул ее, верояттельным образом, деньги появились в нем. Ну, вот, чтобы купить билет, туда и обратно. Даже у меня, кстати, мало из денег, еще даже были деньги, чтобы можно было дочери еще дать, там, тысячу рублей. А Петр для Петра было привычным делом «иди ловить рыбу». Иисус ему сказал, «иди, поймай рыбу». Вот. Я не знаю, какое у вас привычное дело, каким образом Господь будет вас благословлять, да, чтобы мы прославляли имя из-за конференции, жизненцами, поступками, даже в этих мелочах, вот, что нужно вот в испорченном заплатить. Это все было, вот, как бы, моя вина, то, что я вовремя не заплатила, это искренне. У меня почему-то было такое, что я должна, я должна, я должна была каждый месяц платить, но я накапливала за полгода, и все за полгода, там, сразу платила, за полгода. Вот. Но сейчас Бог хочет, что нужно вот каждый месяц все равно идти платить, вот, потому что они там ждут, что ты заплатишь, вот, и это судебные вершки были, и поэтому нужно было заплатить эту форсию. Бог дает мне финансы для того, чтобы я могла платить и заплатить. Поэтому мы верим, что Бог восполняет наши нужды, и мы не останемся, да, там, голодными или обделенными за то, что мы отдали. Ни в коем случае, вот. Мы отдаем, и нам еще прибавляется. Если мы не отдаем, то нам не будет прибавляться. Это всегда должно быть процесс деления, да. Когда ты пускаешь хлеб по водам, то он к тебе возвращается. Если ты удержишь этот хлеб, то ты проклят, можно так сказать. Все клетки в нашем организме не делятся, да, тогда организм живет, клетки обновляют. Если клетка перестанет делиться, там, начинается рак, вот, выгонодение и так далее. Духовная жизнь то же самое. Если мы отдаем, когда мы отдаем, то нам приходят. И налоги и пошлины тоже. Мы свободны, но чтобы не соблазнить никого, мы отдаем. Поймите, что касается остальных учеников, я не знаю, может быть, Иисус освободил их от этого, потому что они не отдавали кошки на их поведение. Вот, но что касается самого Иисуса Христа и Петра, здесь в видео написано, этот почек, чтобы не отдаст. Вот, чтобы никого не соблазнить. Чтобы не соблазнить не то, что никого, а именно этих не соблазнить, вот этих собирателей и драхмут не соблазнить. Потому что каждый из нас имеет свою меру веры, да, и каждый из нас мыслит, вот, как веровать в Бога. Вот, если ты ребенок Бога, да, и Бог тебе что-то сказал, а отдать, вот, ну, ты послушаешь его. И если ты сказал, отдай, если Бог скажет тебе, отдай мне, ну, ты отдаешь, да. И ты знаешь, что, конечно же, твой Небесный Отец, он тебе даст больше, если ты ему отдашь, вот, а что он твой отец. Даже родители, да, когда говорят ребенку, что ему не нужна конфетка, но они говорят, дай мне конфетку, вот, да, ну, ты, ну, твоей дочке маленькой, вот, ну, дают конфетку, говорят, ой, какая ты молодец. Вот, и за щедрость, да, мы вознаграждаем, что видите, для тех, потому что, интересно, тоже, у него сердце, любящее, щедрое, и он готов взливать на нас, да, нам нужно научиться принимать благодарность от Бога, вот, пока мы не научимся принимать благодарность от Бога, скорее всего, мы будем находиться в том же положении, в котором мы находимся сейчас, если у вас есть проблемы с финансами, если у вас проблемы есть в этой стреле, вот, в исполнении ваших нужд, то нужно лечиться, нужно лечиться и жить по Божьим принципам, да, Божьим принципам управления своими имуществами, своими финансами, и так далее. Ну, я сейчас учусь в школе библиотеки миллионеров, поэтому, вот, Бог меня учит, как правильно распоряжаться с финансами, вот, и, слава Иисусу, ну, я всегда десятины отдавала, сожертвования отдавала, в этом вопросе, как бы, нету, и Бог всегда восстанял мои нужды, никогда не было так, чтобы мы ходили голодными, чтобы я ходила голодная, на улице, без крыши над головой, такого никогда не было, всегда молилась. Просто хочу поднять свой уровень материального положения. Вот, например, недавно у меня была нужда, вот, у меня сломался титан, сломалась, сломалась духовка, сломался фен, сломался чайник, вот, и мне нужно было отремонтировать это все. Но Господь, естественным образом, это мне все отремонтировал, но если бы у меня было, то есть сейчас работаю титан, и я не стратила ни одной кодеке, чтобы отремонтировать титан, отремонтировать духовку, фен, чайник, вот. Просто, естественным образом, снова стало все работать, хотя не работала, а духовка не работала полгода, даже больше, наверное, и титан два месяца где-то не работал, вдруг стал работать. Я извиняюсь, что-то стучится. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Если был бы уровень финансового положения нормального, где у меня была бы возможность приобрести либо новую духовку, либо выбрать быстрый мастер, чтобы он приемонтировал быстро все, Вот. Тогда это было бы еще больше славу. Вот. То есть и естественным образом Бог нас благословляет, и естественным образом Господь нас не благословляет. Вот. И мне нужно было ждать полгода, чтобы моя духовка заработала и так далее. Вот. Лен тоже сейчас работает. В результате вот этого естественного исключения Бога я заэкономила примерно на 8000 рублей. Вот. Для моего финансового положения это благословление большое. Вот. Поэтому нам нужно научиться продать финансовую, для того, чтобы Бог мог нам больше выписать. Аминь. Давайте прочитаем языки, страница 858, языки, страница 858 Ветхого Завета, 47 глава, 8-11 стих. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, вовсе не будет. Хе-хе, был дешевый. Я очень голову подпугаю. Когда ты была маленькой, она тебя целовала. Так. И выяснилось, что она еще родила мальчика, и оставила бандит. Что, маленькая? Значит, у тебя брат еще есть, да? Да, 30 копеек. Сколько? Тридцать веками. Тридцать веками. Тридцать веками. Тридцать веками. Тридцать веками. Тридцать веке. Тридцать веками. Тридцать веками. Рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые они сделают со здоровьем, будут оставлены для соли. Аминь. Здесь пророк Иезитиль пророчествует о будущем, о том, что вода, которая будет течь в восточную сторону Земли, сойдет на равнину и войдет в море. Мы сейчас живем на Дальнем Востоке, да? На Дальнем Востоке живем. И вода – это Иисус. Это Иисус во плоти. То есть наш Господь Иисус – это когда Он пришел во плоти и жил здесь, на Земле, да? Вот. Он есть вода. Это вода живая. Вот. И здесь написано, что она сойдет в восточную сторону Земли, сойдет на равнину и войдет в море. Вообще, море – это символизирует этот мир. Вообще, море символизирует мир, то есть людей мирских. Мирские люди – это море, потому что их много, да? Вот. И здесь говорится, что эта вода попадет в море. То есть мы идем в мир, да? Идем в мир. Мы – вода. Иисус – вода. Он в нас теперь живет. И мы все верующие – это есть вода. Вода, которая течет. В море. Она написана. Войдет в море, и вода ее сделает здоровыми. Когда мы входим в этот мир, начинаем светить, начинаем являть Иисуса Христа, когда все вокруг нас становится здоровым. И чем больше в нас свет Иисуса Христа, тем быстрее эти воды сделаются, это море сделается здоровым. Потому что мы – вода, которая течет. И здесь написано, что всякое живущее существо, призмыкаешься там, и войдут две струи. Ну, допустим, две струи – это Иисус и я. Например, ты же не одна, а в тебе живет Дух, где живет Иисус, Духом Святым. И вот, когда ты идешь с Духом Святым в этот мир, вот, тогда эти, это вот все присмыкающиеся, и вот эти присмыкающиеся, всякое живущее существо будет живо, написано. Живо. То есть, когда мы проповедуем радостную жизнь о спасении, люди начинают заживлять, надежда появляется. У тебя появилась надежда, Дух? У тебя появилась надежда на лучшее будущее, потому что ты услышала Евангелие об Иисусе Христе. Ведь не услышала, тебя-то, наверное, уже давно не было. Вот. Все равно Господь помогает, дает надежду. И вот сегодня это продолжается. Я иду с Иисусом. Я не одна. Две струи, понимаете, две струи входят. Без Бога ты ничего не сможешь сделать с Иисусом. Ты можешь, вот, влиять на людей, которые вокруг тебя, и приводить их к спасению, вот, чтобы они исцелялись, чтобы они становились здоровыми, чтобы они поболелись от рабства, от греха, от дьявола. Вот. Ты можешь это сделать с Иисусом только. Одна ты не сможешь сделать. Никто из нас один не сможет ничего сделать. Ни одного человека ты не сможешь спасти без Иисуса. Вот. Без Духа Святого невозможно это сделать. Только с Духом Святым. Поэтому здесь говорится о двух, две струи. Сюда две струи входят. Ты тоже вода. Ты тоже живая вода. Господь, Он отождествляет нас с Собою. Вот. Все дети Божьи, это вода. Это маленькая струя. Иисус с нами. Он вода. Потому что Библия говорит о том, что три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. Дух – это Отец, вода – это Иисус, кровь – это Дух Святой. Вот. Они свидетельствуют на земле таким образом. На небе они свидетельствуют Отец, Слово и Святый Дух. На земле. Вот. Дух, вода и кровь. И Дух, вода и кровь здесь, на земле, когда мы идем, проповедуем об Иисусе Христе, о Спасении. Все вокруг нас у нас здорово. Это говорит Священное Писание. Все будет живо. И рыбы будет весьма много. Потому что войдет туда, да, это вода. И воды в море сделают здоровье. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Вот рыба – это плоды нашей духовной жизни. То есть, когда мы входим в это море, в мир, да, начинаем проповедовать Евангелие об Иисусе Христе и давать им надежду людям, что это лучшее жизнь, что можно освободиться от греха, что можно жить святой, правильной жизни и счастливым. Вот. Стоять правильно пред Богом, иметь хорошее отношение с Иисусом, с Богом. Вот. И тогда это море приносит лод. То есть, там много рыбы появляется. Много рыбы появляется там. Много благословения появляется. Вот. И воды в море сделаются здоровыми. А что такие, что такое воды, которые в море? Воды, которые в море – это люди, которые не верующие были. Но потом они уверовали и стали здоровыми. И написано, и куда войдет этот поток в две струи? Вот Иисус и Я. Иисус и церковь. Куда войдет, все будет живо там, написано. Слово Божие, но действует в нашей жизни. И вот здесь написано, что вот возле этого моря будут стоять рыболовы и будут закидывать сети. То есть, найдутся люди, которые будут пользоваться этими плодами, плодами нашего труда Божьего. То есть, мы оживляем это море, там рыба появляется. И приходят люди, которые от этой рыбы водят и начинают пользоваться плодами нашего труда. Вот. Рыба будет в своем виде. Как в большом море, рыбу будет спить много. То есть, церковь приносит благословение в этот мир. То есть, еда появляется в мире, понимаете. Обеспечение. Потому что плоды нашей веры – это рыба, которой можно накормить много-много-много людей. Вот. И здесь написано, что болото его и лужи его, которые не сделаются сторонами, будут оставлены для соли. Ну вот, когда жизнь сильно сладкая, да, то может быть тошнота. Вы знаете, что сильно сладкая, когда может тошнота. Хочется, знаете, слюненького, горького сути. Да, да. Поэтому Бог оставляет лужи, болото для соли. И даже если ты суп сваришь, да, что-то вкусное, сваришь много-много продуктов. А соль, если не положь, она уже будет невкусная. Поэтому Бог оставляет кое-что для соли. То есть, не все вот так вот в твоей жизни христианской будет гладко и сладко. Будут именно такие вот моменты в твоей жизни, чтобы ты мог ценить, ценить то, что Бог тебе дает. Ценить. И благодарить вот это маленькое, даже если что-то дает тебе, это вот, чтобы нас держать, как бы сказать, чтобы мы не забыли о всех благодеяниях Господа. Потому что, когда к нам приходит благословение, мы начинаем Бога забывать. начинаем вести себя как-то плохо. А вот когда вот трудности приходят, вот, мы как-то смиряемся, мы как-то хотим себя лучше в нашей жизни. Бог знает, Он знает нас, поэтому Он не дает, чтобы полностью тебя благословить сразу. Потому что я знаю таких людей, которые все имеют. да, но это просто люди, ну, бывают такие, что, вот, вообще. изверки просто, вот, например, если ребенка всю жизнь, ни в чем ему не отказывать, все время ему протокать, вот, никогда не говорить ему «это нельзя», «нет, нельзя», вот, он, потому что, если он всю жизнь так воспитывался, и никогда ему не говорили «нельзя», то он, может, не то что нельзя, а не запрещали, как-то запретов не было, да. Я даже знаю такой случай, что он просто, когда вырос, взял и зарезал своих родителей. Потому что он, когда они что-то ему отказали, одно что-то, и он их просто взял и убил. Потому что он никогда его не воспитывали так, чтобы вот это нельзя делать. И вот вырос монстр, просто монстр. Вот, поэтому, и Бог, Он, потому что Он любит нас, да, и вот эти вот болота, да, и лужи, которые не сделаются здоровыми. То есть в жизни верующих тоже так бывает, что вот они болеют. Вот у меня тоже так было, что я заболела. Хотя это не воля Божья была, чтобы я болела. Но это нужно было для того, чтобы, не то что меня чему-то научить, а для того, чтобы вот, мне не возгордиться, когда Бог дает много благословений. Вот. То есть смирение тоже, вот, должно быть на уровне, да, чтобы не возгордиться. Вот. Наш Господь Премудрый. Вот. И соль, она дезинфицирует. Это значит, что соль она дезинфицирует. Ее в медицине использует для того, чтобы фиброслоры делать. Вот. И там рыбу, если поймала, да ее заставила так сильно-сильно, чтобы она не протухла. Вот. И соль везде добавляют, чтобы продукты дольше сохранялись. Вот. Потом их, когда кушают, уже отмачиваются, там, потом едят и так далее. Вот. Так соль имеет такое свойство. И поэтому Бог и оставил вот эти болота и лужи, которые не сделаются здоровыми для соли. Вот. И соль, она, вот, убивает и микробы, и то же самое убивает грех в нашей жизни. Можно так сказать. Вот. Потому что каждому Дитю Божьему, у Отца Небесного свой подход. Вот ко мне он так, у него такой подход. Вот. Ну, допустим, он меня любовью, да, своей пленой. Кого-то можно страхом спасать. Ну, в смысле, вот и страх он меня тоже спасал. Ну, ты чего нельзя так делать, в вас попадешь. Вот страхом тоже он меня спасал. Ну, потому что, ну, другие методы не есть. Знаешь. Вот. А кому-то вот надо вот только ласково что-то говорить, чтобы он пришел, да, к Богу. Ласково только. Грубое одно слово. Ну, кажется, все, он уже не будет, не пойдет. Вот. А у кого-то, кому-то нужно вот, как там, что-то такое вот сказать, какую-то ситуацию в жизни твоей сделать, чтобы ты вот, тебя просто пробило, и чтобы ты понял, что до тебя дошло, что действительно, что я делаю, что сделаю. Надо, ну, исправляться, надо идти по пути истинам, надо давать на этот путь истин. Вот. К каждому Богу свой подход. Кого страхом спасаете? Кого любовью? Это в Священном Писании писывает апостол Павел. Кому страх – страх, кому честь – честь, кому оброк. Вот. И каждый получает по своему. Вот. Потому, кто он. Их это не интересует, потому что мы все уникальны и с вами. У каждого свой подход. И нельзя к одному человеку применять тот же метод, который ты применяешь к другому человеку. Вот. Я, например, когда только начала проповедовать об Иисусе, ну, зашла там в один кабинет. Я говорю, Господь исцеляет Иисуса. А их это не интересует, потому что они здоровы. И, знаете, я могу сказать, Господь исцеляет больному человеку. И это его зацепит. И он начнет двигаться по направлению к Богу. Кого-то не интересует, абсолютно не интересует исцеление. Он здоровый. Вот. И у него есть какая-то другая сфера в жизни, которая требует, ну, восполнения его нужды. Вот. Ну, например, ему нужен муж или жена. Да? Мы знаем, что Господь благословляет мужьями и женами. Вот. Хорошими, добрыми, велищими. Вот. И поэтому ты можешь такому человеку проповедовать. Вот. Придешь к Богу. Вот. Бог тебя благословит мужем хорошим или женой. Ой, хороший. Ну, это его интересует. Да? Кого-то жена или муж вообще не интересует. Он же жена. Ну, не замуж. В общем так. Вот. Его интересует, как сохранить семью. Потому что семья разваливается. Без Иисуса семья разваливается. Любовь проходит. Ну, все такое без Иисуса. Вот. Когда и сам человек своими силами хочет там сохранить свою семью. Своими силами не получится. Ты только с Иисусом можешь. И семью сохранить. И поддерживать хорошее отношение к семье. Да? Любовь, уважение и так далее. Потому что семья там может быть и ей. Но что там творится, это вообще без Иисуса. Это вообще можно, что творили в семьях. Вот. Поэтому такая проблема тоже. Господь может решить такую проблему. Но самое главное, для чего мы зайдем людей к Богу, это чтобы они наладили человечные отношения. Чтобы у них именно с Богом были хорошие отношения. Понимаете? Потому что если у тебя с Богом хорошие отношения, то все остальное тебе приложится. Если что-то между тобой и Богом плохо. Если какой-то грех стоит между тобой и Богом. Если какое-то непрощение и так далее. Вот. Что-то надо исправить. Вот. Потому что ты уже становишься несчастным. Потому что у тебя плохие отношения к Богу. Даже если у тебя в семье все хорошо. Тебе кажется, что у тебя с женой хорошо, с мужем хорошо. С финансами хорошо. Вот. И с работой хорошо. Но ты чувствуешь, что у тебя нет мира и покоя в сердце. Это значит с Иисусом у тебя все плохо. Вот. А поэтому надо в первую очередь с Иисусом, чтобы у тебя было все хорошо. Между тобой и им. Вот. Отношения наладить им. Хорошие. Вот. Потому что вот она вот так действует. Знаете? Может дать и богатство, и славу, и все. Вороваться Богу, присвоить себе и дать себе. Вот. И забрать душу твою. Вот. Что значит забрать душу твою? Это значит весь корпус твои отношения с Богом. А твои отношения с Богом должны быть на первом месте. Именно Бог. И ты. Вот. На первом месте в твоей жизни. Аминь. И давайте откроем Марка 12.34. Тридцатого по тридцать четвертый стих. Давай, помогу тебя. Угу. Так, что-то я тут напутала. Матфея 12.54. Матфея 12.54. Матфея 12.54. Так, с тридцать четвертого стиха. Матфея 12.54. Так, с тридцать первого стиха. «Посему говорю вам, всякий грех и холо простятся человеком, а холо на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простите ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простите ему, ни в всем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду, по рождению хитинь. Как вы можете говорить доброе, будучи злым? Ибо от избыка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Аминь. Здесь мы видим, как Господь Иисус обличает фарисеев о том, что они говорят, что у них на устах доброе, а вот внутри они злые. И Он называет наши сердца сокровищем. Наше сердце – это сокровище. И то, что в нашем сердце, мы выносим. То, что в нашем сердце. И когда человек, он истинерит, он может говорить доброе, знаешь, злое сердце даже. Но он говорит таким людям, что не по рождению хитинь. Он удивляется. Как вы можете говорить доброе, будучи злым? Как это сокровище возможности? Вот. Обычно добрый человек из сокровища выносит доброе, то есть из сердца своего выносит. То, что мы говорим, это в нашем сердце находится. А злой человек из злого сокровища наносит злое. Оказывается, есть доброе сердце и злое сердце. Доброе сокровище и злое сокровище. И мы оттуда выносим. Вот. Смотря чем запомнило наше сердце. Вот. Наша задача, как христиан, как верующих, заполнять свое сердце добро. Доброе. А доброе – это Слово Божье. И если мы Словом Божьим не заполняем свое сердце, то туда заполняется что-то другое. Понимаете? Потому что Слово Божье – это добрый, добрый сил. Не бывает другого доброго силы, кроме Слова Божьего. И поэтому, если мы не питаемся Словом Божьим, то оно автоматически заполняет свое сердце. Поэтому наша задача, наша ответственность, в том, чтобы заполнять наше сердце Словом Божье. Вот. И когда ты заполняешь свое сердце Словом Божьим, из твоего сердца по-любому будет выходить доброе сокровище. Ну, доброе. Потому что Слово Божье – это доброе семя, вот. И когда ты говоришь, когда ты дополняешь твое сердце Словом Божьим, размышляешь в Библии, Словом Божьим, У тебя в течение недели, если ты заполнял, то будет выходить Слово Божие из твоих уст. Как туда не будет выходить Твоя. Но вот это Слово Божие, оно выметает просто, выметает всю злость. Оно просто очищает это Слово Божие от всего злого, что там все. И поэтому нужно, необходимо просто нам пребывать в Слове Божьем. Дополнять это сокровище Слово, добро, и тогда будет выходить оттуда Доброе. Иисус еще сказал, что все грехи людям просят. Вот все, все, абсолютно. Даже если ты на Иисуса скажешь, на сына человеческого холл какую-то, на сына человеческого, на людей на кого-то похоже. вот это проститься, а если на Бога ты сказал, на Святого Бога ты сказал, ну все, вот это такое уже не прощается. Не проститься ни в всем веке, ни в будущем не проститься. То есть такой человек, он теряет отношения с Богом, всегда, навечно. И в этом веке не прощается холм от Святого Духа. И там тоже не проститься холм от Святого Духа. Но нужно быть очень осторожным в своих словах. И Хорисеи, они как бы оскорбляли Бога тем, оскорбляли Иисуса тем, что они говорили ему, что в нем сидит бес. Они говорили, оскорбляли его тем, что в нем сидит бес. Они говорили, что он изгоняет беса в силу Божьей, а в силу дьявола изгоняет. Вот так они говорили. И тем самым они хулили Святого Духа. И поэтому Иисусу сказал, вы порождение хитни. Прямо так и говорили, вы порождение хитни. Не разговаривали с ним вежливо, ласково, знаете ли, это Бог. И Он их обличал, Он говорит, вы порождение хитни. Потому что они хулили Святого Духа таким образом, когда они говорили с бедем. Поэтому будьте очень осторожными, когда вы говорите, да, ну, верующим каким-то, что они исцеляют силу там дьявола. Вот, потому что это вся сила, и только у Бога. Если человек исцеляет, то сила Божья, сила Божья. У дьявола нет никакой силы. Он ворует только у Бога силу, а он говорит, что это его силы. На самом деле у него ничего нет. Потому что Иисус с смертью на кресте, то есть с жертвой на кресте уже победил дьявола. Он, сатана, под нашими ногами. Вот. Бог дал нам власть наступать на змеи из картиронов и настишь силу вражия, и ничто не повредит нам по Новому Завету. Поэтому, когда вы говорите, там, ух, тебе дьявол, там, и так далее, будьте осторожны очень, потому что вы можете похудеть таким образом Святого Духа. Вот. Потому что именно вот поступки этих фарисеев, когда они сказали, что он силой верил его в свободу, силой верил его изгоняет детства, из этого последовал ответ Иисуса. Он нам сказал, «Холодно Духа Святого не простит. Ничего есть и не в будущем». Вот. Это должно нас насторожить драгоценные братья и сёстры, что прежде чем говорить о людях, кто в тебе находится, вот, нужно тысячу раз подумать. Вот. Я утверждаю, что во мне живёт Святой Дух. Святой Дух. Вот. Что каждым верующим Иисуса Христа живёт Иисус Христос Духом Святым. Аминь. Так. Марка, 4 глава, 39. Марка, 4 глава, 39. Давайте найду. Давайте найду. Иисус Христос Духом Святым. Вот. Был шторм. Ученики его были в водке. Вот. И он запретил ветру, и он утих. Шторм перестанет. И сделает великое дешево. Потому что он Бог. Он даёт власть. Если вы знаете, что метель, то это Бог поверил, что была метель. То есть он скажет, «Всё, ветер перестанет». Всё, ветер перестаёт. Понимаете? Это Бог. Делает всё. Вот. И он повелел бурю. Буря началась. Повелел утихнуть. Море вон. А он утих. Море утих. Ну вот. Он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер перестанет. И ветер утих. И сделает великое дешево. Он это сделал для чего? Для того, чтобы спасти своих учеников. Потому что они могли погибнуть. Но что делал Иисус, когда они были в лодке? Они все были в лодке. Они все были в лодке. Иисус тоже с ними в лодке был. Ученики, значит, они проповедовали ученики. Они в лодке. Народ с ними топами ходил. И стреляли их. И тогда они тоже Иисус дал их власть. Стреляли коня в лесах. Воскрешать мертвых. Все это они делали. Его ученики тоже, как Иисус. Вот они отпустили народ. Ветер отпустили народ. И остались только одни ученики и Иисус. И они собрались переплыть на другую сторону. На другой берег. Сели все в лодку. Иисуса взяли с собою. Собою они взяли его. И вот так устал, да? Он так устал. Иисус, он спал. Он спал. Иисус, он спал. Была буря. Такая сильная буря. А он спит. Ему ни по чем все, что будет. А ученики, они все это самое пришлись от страха за свою жизнь. Они не поняли, что Иисус же с ними. Они просто не поняли, что Бог с ними. А Иисус, он спал спокойно. Он-то думает, что что им переживать-то? Я же с ними. Я же с ними. Что им переживать-то? Даже если бы была буря, даже если бы Он не сказал, мол, не перестанет, мы все равно перестанем. Но дело в том, что они просто потеряли свою веру. Они пустили в свое сердце страх, когда вот начали эти обстоятельства выжили. Нам нужно научиться быть как Иисус. Знаете, спать просто надо. Когда приходит эта проблема, вот как Иисус просто лечь и спать. И она просто пройдет эта проблема. Все. Но ученики, они думали в своих головах. Знаете, в них не сердцем как бы думали, что Иисус с ними плывет в одной лодке. Разве Иисус бы позволил ему тому? Нет, конечно. Вот. На них. Что тебе? Давай его будить. Что тебе? Нет нужды, что мы его устанем. Давай его будить Иисуса. Вот он встал, запретил ветру и сказал море, мол, ты перестанет. И обстоятельства в жизни изменились. Как только обстоятельства вы в жизни изменились, они успокоились. Вот такие мы люди. Понимаете? Мы смотрим всегда на обстоятельства в своей жизни. А нам нужно научиться быть как Иисус. Когда обстоятельства плохие в нашей жизни, нужно спать как он. Вот. И не в том смысле, прям буквально в смысле спать, а быть оставаться спокойным. Да, спокойным. несмотря ни на что. Вот. Потому что с нами Иисус. Если бы с нами не было Иисуса, конечно, нужно это взывать к нему и молиться. А если он с нами, то что орать-то? Вот. И в общем ученики заорали. и мы тоже с вами имеем власть. Вы знаете, что мы имеем власть тоже? У нас одна сестра была такая. Она говорила о том, что когда метель начиналась, когда МЧС предупреждала, что будет там сильный буран, она молилась Богу, чтобы его не было. буран, и он проходил мимо. зациклом. Вот. Мы тоже имеем власть запрещать Бог не перестан говорить море. Море символизирует этот мир, этот мир, да, мы можем говорить миру, чтобы они перестали делать это зло, творить зло. Мы можем запрещать этому миру, запрещать этому миру творить зло. Это можно делать через молитву, это можно сделать буквально в смысле этого слова. Например, я иду до матерянца, матюкаю на всю улицу, я могу подойти и запретить это делать, устанавливать. Так и делаю. Так и делаю для материнца. И то же самое мы должны это делать. запрещать зло. Препятствовать зло. Потому что мы есть, знаете, дядя в лесу, он санитар, да, постоянно долбит своим клювом по дереву. Вот. И дядя считается таким вот санитаром в лесу. Он приносит пользу. И всяких там жучков вот этих вот вредных уничтожает, съедает. И знаете, когда он долбит, это же на нерве действует. Когда он долбит. И когда мы с вами проповедуем, людям это тоже не нравится. Но мы все равно долбим. Понимаете, мы все равно долбим, людям это не нравится. Но зато мы делаем добро таким образом. Мы делаем добро. Понимаете, запрещая зло. Вот. Даже если это не нравится. И знаете, дятел постоянно долбит. Вы знаете, дятел постоянно долбит. И то же самое мы верующие не раз в году должны запрещать это долбить каждый день. Понимаете, в духовном смысле я говорю, не то, что долбить молотком по голове. А в том смысле, что надо проповедовать постоянно. Проповедовать постоянно и запрещать долб постоянно. Понимательные для ночи. Вот. Аминь. Давайте с вами поем рыбка. У нас же видуется за длинный листочек. А, да, вид. Вот. листочек. 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 Jack & листочек. Как я соглашусь, вот так, и все на пространстве. Я за звуками по суше, осуществить меня в море лучше. Море станет чище, в ломке пересадить все. Я свободно в тебе, ты как и пропадет. И чтобы в ломке пересадить, то есть шея, осуществить меня в море. Как я соглашусь, в ломке пересадить все. Я на мертвое утроум, в ломке пересадить все. Я танцовую, репетельную монету. Продолжение следует... 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 быстрее, чем под скоростью света. Вот. У нас будут тела, как у Бога. Понимаете? Как у Бога. Вот. Оно будет сообразно славному телу Его. А Его тело, оно написано, оно действует своей силой, покоряя себе все. То есть мы будем покорять себе все. Понимаете? Этим телом. Каким образом тело можно себе покорить все? Как можно покорить телом все? Вот. Даже на земле, да, если у тебя красивое тело, ты можешь этим телом покорить тех, кто вокруг тебя может восхищаться красотой твоего такое тело, например. Например, мужчины, они покоряют красотой женщины, да? Красотой ее тела, ее тело. Например, муж покорил красотой тела своей жены. Он говорит, я покорю, я покорю, он может сказать, да? И у Иисуса такое тело будет, он будет покорять этим телом все. Абсолютно все он будет покорять. Вот. И ради вот этого тела, вот, муж, допустим, для своей жены, готов делать все, что она захочет этим телом. Потому что он покорен просто. Ну, выполняли своим телом. Да, да, да. Вот они покоряют своим телом, понимаете? Даже проститутки, вот, когда они хорошо вылезут своим телом, они покоряют мужиков. Ну, как бы на одну ночь. На одну ночь, да? Вот. Мы знаем, что это плохо, конечно, плохо, потому что жены должны быть мужьями своими, покорять своими телами, а не проститутки, покорять своими телами всех подряд мужиков. Вот. Иисус говорит, что у нас будут такие тела, которые мы будем покорять девчонки. Вот. Вот. Ну, конечно, если ты кривой косой, то мы никого не покоришь самим телом. И Бог говорит, что нужно, что Бог преобразит наши тела. Понимаете? Нам нужно думать о небесном. Концентрировать свое внимание все на небесном. Потому что когда ты целишься в небо, ты попадешь в землю. Если ты целишься в землю, ты никуда не попадешь. Ты земное потеряешь, и на небеса не попадешь. Вот. Поэтому нужно думать о небесном. Когда мы думаем о небесном, земное нам все прилагается. А вот. этому нужно стремиться к небесам. Нужно думать своими мыслями находиться там. Какой у меня дом, Господь на небеса? Вот о чем надо думать. Где я буду жить там? Вот какие вопросы надо Богу задавать? А как он вытаскивает мой дом? А покажи мне какой он дом. А какой там сам? Какое там море на небе? А кто будет со мной жить? А какие у меня друзья окружаются? Меня? Может что-то в гости ко мне будут приходить? И так далее. Чем мы будем заниматься на небе все вечно? Вот. Нужно думать о небесном. В каком смысле о небесном? То есть думать о нас сейчас не потом, когда мы будем увидим все теле небеса. А сейчас, что мы имеем сейчас вечную жизнь уже. Мы уже сейчас имеем вечную жизнь и наш дух находится сейчас уже на небесах. Он уже живет там в Царстве Небесном. С Иисусом общается. Когда мы сами с Иисусом общаемся, наш дух общается с Иисусом. Когда мы открываем свой рот, мы свое тело порабощаем Христу. Не только Дух, а Дух наш все время общается с Богом. Все 24 часа в сутки наш Дух общается с Богом. Когда мы рот свой открываем, мы порабощаем свое тело для того, чтобы оно тоже покорилось Христу. Покорилось Христу и свою душу направляем к небу, чтобы весь наш человек и дух, и душа, и тело принадлежали в этот мир с Христом. В тот момент, когда народ пытается сказать Богу молить несколько слов. И чтобы Царство Божие исполнилось на небе так же, как и на земле, нужно чаще открывать свой рот для того, чтобы Царство Божие пришло в свою жизнь для твоего земного тела, для вот этого храма, Пятого Духа. Ты хочешь благословения именно для твоего тела на земле. Поэтому нужно, чтобы Царство Божие пришло в твою жизнь, чтобы твоя жизнь была так же благословена, как и на небе, чтобы оно в небеса спустились на землю, если ты этого хочешь, нужно чаще с Богом общаться, рот открывать. Дух то всегда с Богом общается, уже на небеса сейчас находиться. А душу надо направить к Богу и тело свое поработить, чтобы оно начало что-то делать для Бога, в сторону Бога. В первую очередь, как мы можем делать что-то для Бога на земле? Нужно в первую очередь надо рот открыть, чтобы помалить, что-то сказать несколько слов, чтобы на земле его воля исполнила в своей жизни. А воля Божья для нашей жизни самая лучшая, благогодная, совершенная. Аминь. 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 Бог хочет, чтобы мы были благословенны и в жизни не только на небе. Эфесянам, страница 234-я. Чуть-чуть назад пролица от на небеса. Первая глава, 20-го, 23-й Воскресив. Давай, найдем тебя. Это вот 20-й. Который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесну тебя на небесах. Превыше всякого начальства и благ и силы и господства и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и будущем. И все покорил под ноги его и подстал его выше всего главой церкви, которая и тела его полнота наполняющего все во всем. Аминь. Здесь апостол Павел пишет к христианам, также он обращается к нам, современным верующим, к христианам. Он говорит, что Бог дал нам духа и силу. И силу Он дал нам силу такую силу дал нам Вот эта сила, которая воскресила Иисуса Христа измертвых, та же самая сила есть в нас. И вот эта сила, которая воскресила Иисуса Христа измертвых, живет в нас, сейчас уже но вот этой силой он воздействовал «Воскреси во Христе, воскреси своего из мертвых». И что он сделал в 20 стихе? «Посадил Аисус себя на небесах». То есть Бог, Отец, посадил Иисуса Христа по правую руку от себя на небесах. Иисус в 21 стихе написано «превыше всех», превыше Путина, превыше президента любой страны, превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени. Он выше всякого имени, имена Иисус Христос. У Бога много имен, знаете, а Иисус Христос – это имя всех Высших. И в этом 21 стихе об этом написано, что Он превыше всякого имени, именным Его не только в сем веке, но и в будущем. Выше имени Иисуса нету. Имя Иисуса – это самое высокое имя. И именем Иисуса мы изгоняем бесов, изгоняем катанулы и так далее, потому что мы имеем власть на земле изгонять это все нечистое, нечистое, по имени Иисуса. Иисуса Бог поставил превыше всего, превыше всякого начальства и власти. Вот на земле есть такая власть, да, которой мы подвергаемся этой власти. То есть без паспорта мы никуда, потому что власть так решила, чтобы у каждого гражданина в какой-то стране был паспорт. Это власти же решили. Понимаете, власти это все решили. И мы должны подчиняться. Если у нас не будет паспорта, мы не сможем то сделать, не сможем это сделать, не сможем деньги получить в банке, еще что-то сделать, на работу не сможем устроить. Это все власть определила. А Иисус, Он выше этой власти. Иисус выше всякой власти. Понимаете? Поэтому мы живем, даже люди без паспорта, они все живут. Потому что Иисус выше. Если бы Он не был выше, мы бы умерли без паспорта уже давно. Вот. Мы же без паспорта никуда. Вот. И, конечно, Бог хочет повысить уровень нашей жизни, да. И вот, допустим, апостол Павел был гражданином, римский гражданин. И благодаря тому, что он был римским гражданином, его не подбили палками. Он сказал, а что это вы меня без суда и следствия хотите подбили? Я римский гражданином сказал. И они сразу перед ним извинились, сказали, ой, мы не знаем, что это римский гражданин. Если бы он не был римским гражданином, у него бы не было как раз документа какого-то, что потом римский гражданин его бы подбили. И поэтому нам нужно сочиняться этой властью. Потому что нет власти не от Бога, но Иисус выше этой власти. Поэтому, конечно же, нам нужно все эти документы, которые сейчас влайн нам, да, ну, говорить, да, что нужно какие-то, какие-то документы, вот. Ставки там какие-то собирать, чтобы вот получить, да, какие-то финансы и так далее. нам это все нужно. И даже если хочешь повысить уровень своего интеллекта, то тебе нужно идти учиться. Вот. И тоже нужно собирать какие-то справки, все документы, вот. И все нужно вот, это вот все, вот эти вот эти бумажки нужны для того, чтобы вот всегда войти в это все, чтобы иметь возможность учиться, повышать свой уровень. Вот. Уровень жизни, уровень интеллекта. Потому что когда ты повышаешь уровень своего интеллекта, то и твоя жизнь будет, она повышаться, уровень твоей жизни будет повышаться. Все зависит от нашего уровня интеллекта, оказывается. Вот. Поэтому учиться это всегда хорошо. Учение света, а не учение тьма. Вот. Если бы нас так наставляли из детства, да. Но нас не наставляли из детства, поэтому вот мы вот на таком уровне находимся сейчас с вами. Вот. Поэтому нужно нам быть мудрыми, да. И учиться никогда не поздно, я вам скажу. Даже был случай, там одна бабушка 95-летняя, она пошла учиться в институт, она хотела высшить образование, было 95 лет, она все равно пошла. И она не смотрела там на мнение людей, что они люди подумают. Вот. Это моя жизнь. Вот. Моя жизнь, понимаете. Вот. И имя Иисуса превыше всякого имя. Он превыше всякой власти. И если он дает тебе образование, то он дает тебе образование самое наивысшее. Потому что, когда ты принимаешь Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем, у тебя Бог дает тебе ум Христов. А умнее Бога никого нет. Вы согласны с тем, что умнее Бога нет? Ни один человек, даже самый умный, самый интеллектуальный, не сравнится с умом Бога. Будет просто... Ну... Вообще никто, по сравнению с Богом. Его ум будет вообще на целых ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль. В процессном соотношении намного глупее Бога. Вот. Потому что мудрость века всего, Бог говорит, есть безумие пред Богом. А если ты хочешь быть мудрым, то будь безумным, против Иисуса Христа. Вот. И... Он, Бог, вот, избрал, да, не мудрое миро, чтобы сохранить мудрое. Вот. Ты ничего не значащего, но не чужого, но избрал Господь, чтобы постранить значащего, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вот. Потому что мы все одинаковые, мы все творения Божьи, мы все дети Божьи. Есть только Божьи дети, рожденные свыше, которые имеют Христа в себе. Есть дети Божьи, которые не имеют Христа. Вот. И те дети Божьи, которые имеют Христа в себе, это благословенная, благословенная и возлюбленная церковь Христа. Вот чем мы отличаемся от детей Божьих. Но Бог любит всех. Вот. И особенно избранных Он любит. Особенно Он любит свою невесту. Он ее отличает от всех. И ради нее Он свою жизнь отдал. Ради нее. Бог. Вот. И написано, что все покорил под ноги Иисуса Христа в 22 стихе. Поставил выше всего главную церкви. Глава наша. Глава церкви. И поэтому церковь повинуется Христу. Вот видите, чтобы в миру дети Божьи поклонялись Иисусу Христу. Их нет. Да. Потому что они не принадлежат Христу. А так как мы принадлежим Христу. Поэтому мы и вот. Он наша глава. Вот. Он наш муж. Он наш супруг. Он наш шених. Вот. И мы Ему поклоняемся. Мы имеем с Ним отношения. Вот. И Его заботу о нас. Мы как у Христа за пазухой должны жить. Жена Его должна жить как у Него у Христа за пазухой. Он о нас заботится. Он нас изживает. Корнется. И так далее. И тому подобное. Заботят о нашем будущем. И обо всем, что Он нам дал. Здесь написано. Которое есть тело Его. То есть церковь это Его тело. Его тело. Понимаете? Церковь это Его тело. Мы Его тело. Вот. Полнота наполняющего все во всем. Его тело наполняет всю вселенную. Его тело наполняет всю Вселенную, а мы его тело, вы знаете, что мы тоже сами вездесущие, наш дух он вездесущий, наше тело оно только в шахтерке находится, а наш дух он вездесущий, он может везде быть, так же как Бог, Божий Бог, он наполняет все во всем, полнота наполняющего все во всем. Наш дух может находиться где угодно, так же как и Святой Дух, Святой Дух он вездесущий, и наш дух он тоже вездесущий, потому что Бог отождествляет нас с Собою. Аминь. Вторая глава, четвертого по шестой стихи. Эфи самая вторая глава. Второй стих. В которых, да, вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, Господь, Свящего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов и пыли по природе чадами гнева, как и прочим, Бог богатым милостью по своей великой любви, который возлюбил нас мертвым по преступлениям, ажи во свалим со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. Да, аминь. Вот, слово Божие говорит, что Он уже посадил нас на небесах. В шестом стихе написано, видишь, света написано? Воскресил с ним нас мертвым, в пятом стихе. Мы были мертвыми по преступлениям, да, он оживотворил нас по Христу и спас, благодатью вы спасены, написано. Что значит вы спасены, благодатью? То есть Он не смотрит на наши грехи, сколько ты грехов совершила, потому что Он излил на тебя благодать и милость, все, ты спасена. Он все твои грехи простил, потому что это настоящее будущее. И написано, может, воскресил с ним вместе. Когда Иисус воскрес, ты воскресла вместе с ним. Все. Бог так видит. И нам нужно в это верить. И что Он сделал? Посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Иисус где находится? На небесах по правую руку Небесного Отца. А мы находимся в Иисусе Христе. Мы в Нем, в Иисусе Христе находимся. И мы благодатью спасены. И раньше мы жили по обычаю мира сего. То есть раньше, когда мы не знали Иисуса Христа, мы жили так же, как и живет этот мир. Все неверующие жили по обычаю мира сего. Но вот во второй стихе написано, по боли князя, господствующего воздуха. Кто такой князь, который господствующий? О воздухе. Он в воздухе прям господствующий. Понимаете, вокруг нас там бесы всякие. Мы их просто сейчас не видим. Он господствующий. Что вот в воздухе. Вот выйдешь на улицу, там много-много бесов. Вы сейчас не видите. Ну а Бог знает, что там много их очень. И вот люди, которые там в миру живут, которые не верят в Христа, они живут по воле князя, господствующего воздуха. Они по воле дьявола живут. Он господствует в воздухе. Он дух, написанный маленькой буквы, дух. Он действует ныне в сынах противления. Что такие сыны противления? Сыны противления – это те, которые противятся Евангелию, которые противятся Христу. Не хотят жить по воле Бога. Они все являются сынами противления. Сыны противления – это сыны дьявола. То есть те, которые именно противятся Евангелию, противятся Богу, противятся Божию Христу. Вот, они, ими господствует князь, князь-дух, который действует в воздухе, вот, и они живут по воле дьявола, по воле этих бесов, вот. И здесь написано, что мы тоже были такими, в третьем стихе написано, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Чады гнева. Чады гнева – это дети дьявола, мы тоже были дети дьявола, знаете, раньше, когда мы Христа не принялись, то вот мы были такие, и жили только по своим плотским похотям и желаниям, плоти и помыслов, все только злой мы делали. Ну, мы не знали, что мы делаем злой, мы думали, что мы делаем хорошим, а на самом деле мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, вот, по поле дьявола мы жили. И вот, и когда Бог нас помиловал, в четвертом стихе написано, Бог богат и милости под своей великой любви, которая возлюбил нас, вот, и все люди, они называют, Бог их называет мертвецами. Посмотри, в шестом, в пятом стихе написано, и нас мертвых, мертвых по преступлениям, то есть, если люди грешат, они мертвы, Бог их видит мертвым, все. Написано, нам мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Как только мы приняли Христа, все, Он нас оживил уже. Оживил, потому что помиловал нас и спас, и посадил на небесах у Христа Иисуса. Все. Мы с мамой должны так верить, что Он нас помиловал, вот, оживотворился Христом, воскресил вместе с ним и посадил на небесах у Христа Иисуса. Вот так нужно мыслить, вот так нужно думать и сидеть, что мы на небесах уже сейчас посажены с ним. Аминь. Давайте споем, положите эту библию, возьми листочек, там следующая песня, за рыбкой идет, следующая песня, для нас сидящая, там вот, в любви здесь, если там она не полностью, не полностью записана на странице, то перевернись в следующую страницу, там будет продолжение этой песни. А, ну, а, ну, а, да. Пойдем, сидящая. Я дочь старя, я дочь старя, а не посторонняя, я спасенная, отживотворенная, воскресенная, с тобой, брат, иду на небо, а не в вас. Я уже тиху с тобой, воскресенная, с тобой, воскресенная, с тобой, воскресенная, с тобой. Я уже спешу с тобой, постигающий, Моя жительство на небесах ближайших. Откуда я ожидаю тебя, брат? Земля и все дела, они горят. Господь, Господь, Пусть, Счастливых годов не пущу, Я одежду свою храню, Божьей праведности броню, Чтоб не ходить мне на твой, Чтоб не увидели, не дай Бог, хромой. Я уже спешу с тобой, постигающий, Моя жительство на небесах ближайших. Откуда я ожидаю тебя, брат? А ты идешь к остатке. Я уже спешу с тобой, постигающий, Моя жительство на небесах ближайших. Откуда я ожидаю тебя, брат? Земля и все дела, они горят. Я уже спешу с тобой, постигающий, Моя жительство на небесах ближайших. Откуда я ожидаю тебя, брат? А ты идешь к остатке. Я уже спешу с тобой, постигающий, Моя жительство на небесах ближайших. Откуда я ожидаю тебя, брат? Земля и все дела, они горят. Откуда я ожидаю тебя, брат? Помолимся за пожертвования, за детьми, за пожертвования, за все, что мы Богу принесли сегодня. Дорогой Наш Небесный Отец, благодарим тебя Господь, что мы имеем возможность принести тебе дефективные пожертвования в дом-хранилище своего, чтобы в доме своем была пища. Хотя бы в этом и считать тебя, не даешь ли ты для нас отверстия небесности, не откроешь ли ты для нас отверстия небесности, не даешь ли ты для нас благословения для избытия. Это было по Верховной Заветы, но по Новому Завету все наши имущества, все наши финансы принадлежат тебе. Но для того, чтобы показать этому миру, что мы отдаем тебе, мы отложили тебе дефективу. И для того, чтобы быть постоянными в том, чтобы показывать пример этому миру, как мы отдаем тебе всю нашу жизнь, вся наша жизнь, десятины, все наши финансы, все наши имущества. И все, что ты нам дал, все принадлежит тебе. Вот, и ты это использовала, слава твоей Господь, во имя Чудо Христа. И наши тела, и наши души, и наши сердца, наш дух принадлежит тебе тоже. Наши тела использовала, слава твоей Господь. Для распространения царства небесного по всей вселенной. И повышай уровень нашего финансового состояния во имя Иисуса Христа. Помоги во имя Иисуса, чтобы все наши документы были в порядке, чтобы все, 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 чтобы ты мог благословлять нас во имя Иисуса Христа. Чтобы мы всеми, всеми, всеми благословениями, которыми ты хочешь благословить, нас воспользовали на этой земле. Чтобы воля твоя Божия исполнилась так же на земле, как и на небе для нашей жизни. Чтобы воля твоя благополучие совершенны исполнилась на своей церкви. И, в частности, именно для нашей церкви, для Иисуса Христа, и те, кто участвует в нашей церкви духовно, чтобы у людей была возможность участвовать в жизни нашей церкви, и материальной, и физически, чтобы верующие могли из всего мира приезжать в нашу церковь. Вот и здесь наша церковь, по имя Иисуса Христа. И физически могли приехать сюда, быть присутствовать здесь. Также и своими материальными благословениями могли послужить для нашей церкви, чтобы наша церковь, она процветала материально, по имени Иисуса Христа. Мы благодарим тебя, Господь. Для славы твоей, отец, и без тебя будет так, по имени Иисуса. Спасибо тебе за то, что ты даёшь нам жизнь, за то, что ты даёшь нам всё для поддержания жизнедеятельности нашего духа, души и тела. И также наших близких, родных, наших братьев и сестёр по всему миру, как всей Вселенной. Ты заботишься о нас, хранишь нас, благословляешь нас, любишь нас, заботишься о нас. И самое главное, пусть все наши финансы, всё это материальное, духовное и душевное, оно служит для распространения Царства Божьего на этой всей Вселенной и для того, чтобы исполнилась своя мечта. Он не будет учить каждого ближнего своего, каждого брата, чтобы познать Господа. Потому что все, от малого до большого, будут знать себя. И земля напомнится видением Господа, как воды наполняют моря. И пусть эти воды моря сделаются здоровыми, по имени Иисуса, через нашу церковь, по имени Иисуса. Пусть каждый полюбит себя. Пусть каждый наладит отношения с тобой. Пусть у нас будут близкие отношения с тобой. Пусть у нас будут самые близкие, самые хорошие, самые родственные отношения с тобой. Чтобы и отношения с нашими близкими, родственниками, они тоже изменились в лучшую сторону. Чтобы мы стали добрее. Чтобы мы были любящими, искренними. Во имя Иисуса Христа. Чтобы у нас была нелицемерная вера. Во имя Иисуса. Чтобы истина выходила из наших уст. Во имя Отстанции на Святого Духа молиться. Аминь. Петр, аминь. Аминь. Позвете, аминь. Зайду, аминь. Зайду, аминь. Зайду, аминь. Возьми листок, который в пленке. Он здесь хвала дали этот ленту. Зайду, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok